На сегодняшний день в Южной налоговой инспекции зарегистрировано более 16 тысяч субъектов хозяйствования физических лиц. Из них 2,5 тысячи используют труд наемных работников. На сегодняшний день официально зарегистрировано порядка 7 тысяч наемных работников. То есть где-то на одного работодателя у нас приходится 2,8 человек. Если говорить по поводу прошлого года, то в прошлом году этот показатель составлял где-то 2,1 человек. В нашей инспекции в 2013 году и в этом году продолжается работа по легализации наемных работников. Мы проводим разъяснительную работу, но, к сожалению, больших результатов приносит, конечно, контрольно-проверочная работа. То есть это проведение фактических проверок, это проведение обследований мест осуществления предпринимательской деятельности в составе рабочих групп, созданных при райисполкомах. В прошлом году нами было охвачено проверками порядка тысячи, ну, где-то полторы тысячи субъектов хозяйствования. И в 62% были установлены нарушения. В целом за 2013 год нами легализировано более 2 тысяч наемных работников. В бюджет дополнительно поступило порядка 460 тысяч налогов. В этом году за три месяца легализировано уже 400 наемных работников. Точно так же дополнительные есть поступления в бюджет, это где-то 70 тысяч налогов с доходов физических лиц. В феврале месяце мы проводили месячник легализации, в нашем городе проходил, как бы все об этом знают. Также мне хочется отметить еще по поводу заработной платы, которая выплачивается у частных предпринимателей. То есть, если говорить о предприятиях, да, не беря во внимание крупных плательщиков, скажем так, средний бизнес, то на предприятиях где-то заработная плата составляет порядка 3400. А у частных предпринимателей, к сожалению, ее уровень начисляется на уровне минимальной, да, то есть это где-то 1200 гривен. То есть, все это говорит о том, что, скорее всего, имеют место выплаты заработной платы в конвертах. Поэтому мне хотелось бы в этой связи обратиться к нашим жителям, то есть граждане, с которыми отказываются оформлять трудовые соглашения, вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с соответствующим заявлением. И к этим работодателям мы примем меры согласно действующего законодательства. Также, коль наша встреча проходит сейчас в конце апреля, я несколько слов хочу сказать по поводу декларирования. Многие, наверное, знают, что сейчас идет кампания по декларированию доходов граждан, то есть заканчивается она 30 апреля, то есть 30 апреля последний день подачи декларации. Поэтому жители Центрального городского, Дзержинского, Ингулецкого районов могут подать свои декларации в Южную налоговую инспекцию. Мы находимся по Пушкино 4А, там у нас расположен центр обслуживания плательщиков. Работаем мы в будние дни с удлиненным днем до 20.00 и в субботу с 9.00 до 16.00. Там вы можете получить бланк декларации, бланк получаете бесплатно и также получите квалифицированную помощь наших работников по заполнению декларации. Продолжение следует...